Две войсковые части пограничной службы КНБ отмечают 20-летний юбилей. Первая дислоцируется недалеко от Актау, вторая в поселке Баутино, что в 130 километрах от областного центра. Военнослужащие обеих частей борются с браконьерами и круглосуточно охраняют государственную границу южной и северной частей Каспийского моря. С какими итогами подошли к юбилейной дате морские пограничники и какие планы ставят на будущее, расскажет Тамара Степанова. Настроение приподнятое на лицах улыбка. Молодые офицеры военной части 2201Б встречают ветеранов. Представителям двух поколений есть о чем рассказать друг другу, но для начала экскурсия по современным пограничным кораблям. Двигатель МАН 1800. А теперь вручение грамот отличившимся морским пограничникам. И подарок – автомобиль от руководства регионального управления береговой охраны. Ветераны вспоминают былое, удивляются новому вооружению. К примеру, снаряжение водолазов-диверсантов вызывает полный восторг. Не выходя из-под воды, четыре часа работать под водой. Называется снаряжение легкого водолаза не инженерное. Мухамед Суюнов 20 лет назад был первым руководителем морской пограничной дивизии Мангостаусской области. Капитан первого ранга в запасе рассказывает, по Каспию приходилось ходить на старых кораблях. Это подарки с полувековой историей от иностранных государств. Уже на тот момент они жили свое, но послужили хорошую службу независимому Казахстану и его молодым морским офицерам. Мы смогли отладить слаженность экипажей, подготовить специалистов, которые наработали определенный опыт. Этот опыт потом пригодился, когда мы уже формировать начали свое собственное судостроение уральское. С тех пор пограничная служба пополнилась кораблями и катерами отечественного производства. Казахстан стал страной, имеющей собственное военное кораблестроение. Это ледово-буксировочный пограничный корабль Кожимукан. Когда северная часть Каспийского моря замерзает, он пробивает лед и открывает путь, как говорят моряки, фарватер для других пограничных кораблей в открытые воды. Кроме этого, он является дозаправщиком и обеспечивает дополнительным продовольствием и водой пограничные корабли, несущие боевую службу в море. За 20 лет построен новый причал, собственной пограничной службы у нас этого не было. Получен новый пограничный корабль Нур-Султан с двумя гидроакустическими станциями и мощным вооружением и техникой. Также используем авиацию, вертолет, использование кораблей и постов технического наблюдения, использование разнородных сил и средств нам дают хорошие результаты по охране государственной границы. Только за последний год морским пограничникам региона удалось предотвратить ущерб государству на 6,5 миллиардов тенге. В естественную среду обитания выпущены 5 тысяч рыб осетровых и 3,5 тысячи рыб частяковых пород. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев. Итоги дня. Мангостауская область.